Продолжение следует... Все! Сегодня у меня день рождения! Ха-ха! Бывает и такое! Но сегодня история плаш-люгелая! Да, и сегодня история тоже особенная, потому что связана с тем, чем занимаются родители вот этого веселого и очень заводного, жутко черного Пита! Итак, мы собрались сегодня, чтобы прочитать историю про флюгер. В одном маленьком средневековом городе, где на старинных домах красуются островерхи, крыши, живут ворон и ворониха. Они и сами не помнят, когда бы основали здесь. Может быть, лет сто назад, а может быть, двести. Ну, разве же все упомнишь. Время от времени, чтобы прокормить себя и жену, ворон проводит экскурсии. В ожидании гостей он качается в кресле качалки у своего маленькой мансарды, иногда берет подзорную трубу и внимательно разглядывает небо. Но снова и снова, с тяжелым вздохом, опускает ее, продолжая сосредоточенно качаться. «Кар-кар-кар-кар! Ну что, не видать твоих турристов?» – усмехается ворониха, вытащив на крышу корзину с бельем. «Не сезон еще», – отвечает ворон. «Надоял ты совсем своей болтовной! Вот и облетают нас стороной!» Ворониха принялась развешивать мокрые простыни. «Что ты делаешь?» – возмущенно прокаркал ворон. «Прекрати уродовать облик города!» Наша крыша – исторический памятник. Ворониха даже не обернулась. «Кар-кар-кар, никому не нужны для твоей крыши и твоей стаски!» «Нам узнаете, скат!» Так или похожим образом они привлекались уже месяц, а может, год. Разве ж все упомнишь. Но сегодня историческую крышу посетили волнистые попугайчики. Ворчание прекратилось. Выхватив из-под кресла мегафон, ворон прошелся по крыше, стараясь не спугнать посетителей. «Внимание, внимание! Повторяю!» – начал он хорошо поставленным голосом. «Ровно через две минуты начнется уникальная экскурсия. Вы услышите достоверную и удивительную историю нашего города. Попугаи переглянулись и подлетели поближе. «Посмотрите, пожалуйста, направо!» «Направо!» – вдохновенно рассказывал Ворон. «Вы видите разваленность знаменитой крепости? Чем она знаменита? Сейчас вам уже никто не скажет. Но она была знаменита, и это исторический факт!» «Кррррр! Завел свою шарбанку!» – проворчала ворониха. Закрепив последнюю прищепку, она устроилась в кресле-качалке. «А теперь посмотрите прямо!» – продолжал Ворон. «Вы видите две великолепные башни в готическом стиле!» «Да-да-да, в готическом стиле!» «С ними связана одна романтическая история, свидетелем которой мне довелось стать!» «Было это давным-давно, в пору моей молодости. На верхушке левой башни, на этом остроконечном шпиле, стоял флюгер в виде прекрасного юноши. Я помню одно чудесное утро. Лучи солнца медленно поднимались, освещая крыши домов и верхушки башен. Ветер тихонько посвистывал, играя флюгером, то и дело меняя направление. Вместе с ним поворачивался юноша. Ведь для того и существуют флюгеры, чтобы показывать людям, куда дует ветер. Правда, глядя на юношу, часть горожан утверждала, что ветер дует с севера на юг, а другая, что с юга на север. Чтобы избежать споров и перебранок, жители города решили поставить еще один флюгер. Юноша с интересом следил за соседней башней, на вершине которой мастера закрепляли свое творение. Когда работа была окончена, он увидел изящную девушку с длинными распущенными волосами. Она была похожа на русалку и сразу покорила его сердце. Как только мастера спустились, ветер с легкостью повернул девушку флюгер. С того дня юноша потерял покой. Каждый день он пытался увидеть ее еще и еще раз. Но послушные воли ветра флюгеры всегда смотрели в одном направлении. И могли видеть только спины друг друга. Однако юноша флюгер умел мечтать. Он представлял, как отрывается от своего шпиля одним прыжком, преодолевает расстояние до другой башни и берет девушку за руку. Они парят над городом, гуляют, взявшись за руку, как все возлюбленные в мире. Но проходили годы и даже столетия, а они по-прежнему стояли каждый на своем шпиле. Глядя в спину друг друга. Словно проклятые заклинанием могущественного колдуна. Однажды ночью на город налетел ураган. Грохотал гром, хлестал дождь, вспышки молнии освещали крыши. Как там девушка? Думал флюгер. Ведь она такая хрупкая и нежная. Ему очень хотелось обернуться. Но никогда еще флюгеру не удавалось смотреть туда, куда он хочет. Флюгер – раб ветра. Только ветер решает, в какую сторону ему глядеть. Очень медленно, с большим трудом, юноша стал поворачиваться. Ураган свистел и свирепствовал, подчиняя флюгер своей воле. Но любовь оказалась сильнее урагана. Я вижу тебя, прокричал юноша. Повернись ко мне, посмотри сюда, повернись. Я победил ветер, и ты это можешь. И тогда девушка, сделав невероятное усилие, тоже повернулась. Взгляды их встретились. Не сгибаиваясь, оба флюгера легко оторвались от своих шпилей. Взявшись за руки, они взлетели над городом с закрытыми ставнями и мокрыми крышами. Их счастливый смех утонул в раскатах гроба. А утром люди с удивлением обнаружили, что оба флюгера исчезли. Жители смотрели на опустевшие башни, испуганно повторяя одну и ту же фразу. Вот что значит настоящий ураган. Ворониха смахнула небрежно набежавшую слезу. Карр, сто лет слышу эту сказку о бедных летающих флигелях. А все же жалость берет. Флюгерах, поправил ворон. Да какая разница, где же они теперь, несчастные? Где? Ворон задумчиво посмотрел на небо. Далеко, далеко. Там, где ветер. Попуга улетели, не сказав даже спасибо. Хм, ну что я тебе говорила? Словно продолжая давний спор, прокаркала вораниха. Что про кот твоих глупых сказок? Никто в них уже не верит. И тут же захлопотала. Карр, 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 быстро снимай белье. Не видишь, ураган надвигается. Действительно, над крышами пронесся сильный ветер. Из-за грохотали черепицы, проверяя крепость прищепок, выскользнуло белье. Тяжело вздохнув, ворон помог жене и, прихватив подзорную трубу, скрылся в мансарде. Едва горожане захлопнули ставни над крышами, держась за руки, пролетела влюбленная пара. Это были те самые юноши и девушки, чья любовь оказалась сильнее ветра. Вот такая история. Интересно ли было тебе? Да. Да. А мы надеемся, что вы будете с нами и в следующем серии. Подпишитесь, поставьте лайки. Пока! А мы надеемся, что вы будете с нами и в следующем серии. А мы надеемся, что вы будете с нами и в следующем серии.